Непринятие государственного бюджета на 2021 год чревато для Южной Осетии определенными последствиями. С января все ведомства и организации будут финансироваться в размере 1,12 от суммы бюджета 2020 года. Это означает, что выделение 1,12 бюджетных ассигнований, которые были предусмотрены на защищенные статьи, будет осуществляться первые три месяца, пока парламент не утвердит бюджет нынешнего года. В основном, как мы получали зарплату, так и будем получать. Спустя три месяца, начиная с 1 апреля, мы не имеем права выплачивать субсидии. Мы знаем, что субсидии у нас получают некоторые организации, в том числе энергоресурс. А это что? Это наш газ, это наша электроэнергия. И тут тоже, я думаю, комментарии излишни, чем это чревато. По словам Елены Джиоевой, непринятие главного финансового документа страны скажется и на работников архива или схоза. Они у нас в бюджете появились только с августа. То есть, даже в бюджете они не тогда появились, для них нужно открыть коды классификации, в соответствии с которыми они потом будут отражены в законе о бюджете. Так вот, их финансирование в бюджете 2020 года, оно не отражено в полном объеме. И теперь встает вопрос, как они будут финансироваться в 2021 году. То есть, на них просто денег может не хватить. И то же самое касается районных больниц, амбулаторий, ФАПов, которые в декабре прошлого года перешли в подведомство Минздрава, да, там тоже произошла централизация управления. И здесь тоже могут возникнуть проблемы, вплоть до того, что, ну, мне сейчас сложно сказать, как они будут получать зарплату, будут ли они ее получать. В случае, если бюджет не будет принят, не будет возможности пополнять резервные фонды президента и правительства. Между тем, именно из этих фондов выделяются стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Что касается стимулирующих выплат для медработников, да, здесь тоже... Все-таки сейчас я буду говорить на перспективу через три месяца, что у нас будет происходить. В первые три месяца здесь тоже проблем возникнуть не должно, потому что, ну, вот мы потеряли, ну, фактически мы не можем использовать финансовую помощь Российской Федерации, которая была прислана нам в декабре прошлого года. То есть мы ее не отразили в бюджете 2020 года, должны были, но не отразили. Но, в сущности, мы их сейчас, ну, не использовали. И теперь, в связи с этим, обещанные, нужные для наших медработников выплаты, доплаты, да, к зарплате, они будут осуществлены, но они будут осуществляться из резервных фондов правительства и президента. Но здесь проблема кроется в том, что мы будем формировать резервные фонды только первые три месяца. Если в течение этого времени мы бюджет не примем, то уже начиная с апреля вот эти резервные фонды мы не сможем формировать. Уже есть ограничения, то есть, и что потом с выплатами, то есть, здесь будет тоже проблема. Трудности в связи с непринятием главного финансового документа страны коснутся и сферы здравоохранения. В частности, это коснется снабжения медучреждений лекарственными препаратами. Минздрав будет вынужден каждый месяц формировать отчетность по расходованию медпрепаратов, да, то есть, это все строгая отчетность, здесь должна быть выдержана прозрачность, да, все это должно быть учтено. И мы должны будем формировать отчетность, мы должны будем каждый месяц определять свою потребность, свой запрос, да, в финансовых средствах на, в частности, лекарственные средства и так далее. И, ну, это, это, это сложная задача. В нынешних условиях эта задача сложная, и я не исключаю, что здесь могут возникнуть очень серьезные задержки в финансировании, задержки в закупе лекарств, да, и опять же будут возникать проблемы в больнице уже на месте. С 1 января этого года повысится заработная плата сотрудникам бюджетной сферы и госслужащим. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил президент республики Анатолий Бибилов. Однако, как отметила Джиоева, если парламент не примет бюджет 21-го года, планы по повышению заработной оплаты будут сорваны. Что касается долгожданного повышения зарплаты здесь тоже, если мы не примем бюджет, мы не сможем принять поправки в бюджет, согласно которой мы уже сможем посадить в бюджет вот это повышение, там очень серьезная сумма повышения зарплат госслужащих и работников бюджетной сети. То есть, это тоже остается вопрос, повиснет в воздухе. Я надеюсь, все-таки, как вы сказали, мы примем бюджет и примем поправки. Из-за непринятия бюджета на 2021 год будет сорвана и реализация инвестиционной программы. Между тем, запланировано строительство ряда социально значимых объектов, в том числе резервной линии электроснабжения. Залина Кочиева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня».